Я даже не разозлился, а скорее удивился. Хотя, не скрою, было неприятно. Всем привет! Вы на канале Дивплей, и мы продолжаем проходить Love Money Rock'n'Roll. И не забываем пошлёпать мой лайк, написать комментарий, минимум из пяти хороших слов для поддержки этого видео. А ещё можно платно подписаться на канал или задонатить по ссылкам в описании. Погнали! А как зовут твоего отца? Акира Синзи, а что? Акира Синзи, распространённое имя. Ничего, просто хотел узнать, раз уж он был знаком с моими родителями. И тебе это имя что-то говорит? Ровным счётом ничего. Конечно, говорит! Именно про него рассказывал Ищиноса. Однако, как бы всё это ни было интересно и занимательно, я ведь не узнал совершенно ничего нового. Ну да, работал на проекте, ну да, похитили. Блять, каждый день такое происходит, ага? А дальше-то что? Ищиноса говорил, что его, возможно, уже убили. Я смотрел на напряжённое лицо Кагумы и не решался об этом сообщить. Теперь уже не только по соображениям собственной безопасности, но и не желая отнимать у неё последнюю надежду. Твой отец найдётся, я в этом уверен. Как ты можешь быть в этом уверен? Ладно, я просто подбодрить тебя хотел. Довольно? Кагума встала со стула. Лучшей помощью от тебя будет информация, так что если что-нибудь узнаешь, расскажи мне, понял? Да понял, понял. Я проводил её до ворот и вернулся на кухню. Сколько всего нового в жизни и смерти моих родителей мне открылось за последнее время. Сложно признаться самому себе, но, похоже, я совсем их не знал. По крайней мере, не знал правду об их работе. То-то же секретная работа. Удивительно. Их подозревали в шпионаже, по словам Кэтрин. Нет, в это я тоже поверить не мог. Потому что хорошо помнил, как мы уезжали из совка. Пусть даже и был ребёнком. Когда тебе всего 7 лет, сложно понять, что именно думают и чувствуют взрослые. Сложно даже правильно интерпретировать выражения их лиц. Но маленький человек обладает какой-то внутренней интуицией. Он просто знает, что что-то не так. И я знал. Холодный ужин, собранный из объедков, найденных в холодильнике, оказался ещё более невкусным в одиночестве. В груди что-то заныло, и я поёжился, словно от холода. Хотя в доме было достаточно тепло. Пожалуй, причины такого самочувствия были ясны. Я слишком привык к тому, что химица всегда рядом. Именно и именно сейчас острее всего ощущал, что мне её не хватает. 19.09.1987 Чем вообще нормальные люди занимаются в выходные? Поездки на природу, походу в кино и в театр, посещение парков, аттракционов и баров и встречи с друзьями? Всё это казалось мне чем-то далёким, невозможным. Хотя любое занятие из списка могло неплохо отвлечь меня от тяжёлых дум и самокопания. Не знаю даже, что теперь больше занимало мои мысли. Ситуация с Кабояши Корпорейшн или тоска по химицу. Где-то там же притаился и нерешённый вопрос с Кэтрин. Я проснулся достаточно поздно и чувствовал себя неплохо. По крайней мере физически. В холодильнике не нашлось ничего, что сгодилось бы на завтрак. Химицу обычно не приносила с собой продукты впрок. Наверное, чтобы они потом не сгнили. А я ходил в магазин крайне редко. Однако это обстоятельство меня не сильно расстроило. Всегда можно зайти в Раманную. Я уже собирался уходить, как вдруг зазвонил телефон. Алло? Ник, здорово! Ну и тебе не болеть? Не занят? Впрочем, чем ты можешь быть занят? Действительно. Чё хотел? Мы с Майклом собирались по центру прошвырнуться, зайти в пару магазинов, в аркаду, может. Пойдёшь с нами? Ну, давай что ли? Ответил я, не раздумывая. Пожалуй, других вариантов, как провести субботу, у меня и нет. Да и, честно говоря, я был рад его звонку. Кёски со своим нелепым и неуместным оскалом просто-таки излучал позитив и жизнерадостность. При других обстоятельствах мне бы могло показаться это неприятным, но сейчас его добродушный настрой соответствовал ситуации. Майкл же был, как всегда, серьёзен и собран. Ну что, как дела? Он заглядывал мне в глаза и снизу вверх, отчего мне становилось не по себе. Как вроде поцеловаться хочет, да? Нормально. А как там химица тян? Уехала к бабушке. Значит, ты совсем один остался? Не надо делать вид, что тебе не похуё. Эх ты, Ник, совсем угрюмым стал. Вот разве я изменился? Спросил я Майкла. Скажи честно, изменился? Он точным движением поправил очки. Я бы не сказал. Да ладно тебе, Майк. С тех пор, как Кэтрин-сан вернулась, нашник сам не свой. Он поймал мой недовольный взгляд. Но я его совсем не виню. Вполне понятное поведение. Я бы на его месте. Ну, хватит уже, Кёске. Спокойно сказал Майкл, и Кёске тут же замолчал, повесив голову. Вот почему он на мои... Вот почему он на мои замечания так не реагирует. Ладно, чем займёмся? Есть у меня одна идейка. Он зловеще потирал руки. Несколько часов в аркаде прошли незаметно. Видеоигры отвлекли меня от насущных проблем и позволили на некоторое время забыть о реальном мире. Я не был так хорош, как Кёске, но значительно опередил Майкла по очкам на любом автомате. Гордиться тут особо нечем. Словно здоровый победил на параолимпийских играх. Медаль вроде бы золотая, да только ты чё-то всё равно идёт. В аркаде даже и медалей не давали. Мы вышли на улицу, когда солнце уже начало заходить. Было очень кру... Было очень круто, если бы видеоигры сделали настоящим спортом. Типа как футбол? Ну да, тогда бы я точно стал чемпионом. Надеюсь, не доживу до этого дня. Хе, не каркай. Флегматично заметил я. А что, это ведь тоже своего рода спорт, требующий быстрой реакции и тренировок. Кёске проводил здесь дни напролёт и, конечно, играл неплохо. Но мне казалось, что я легко смогу лучше, если потрачу столько же времени, сколько и он. Впрочем, что самое главное, у меня не было никакого желания. Ну ладно, давайте уже поедим. В аркаде я немного перекусил, но пришло время нормально пообедать. Мы зашли в кафе и я наелся от пуза. Кёске отлучился позвонить, мы с Майклом остались наедине. Так ты уже успел поговорить с Кэтрин? Поговорить? О чём? Выяснить отношения, скажем так. Кажется, мы только этим и занимались. Да нет у нас никаких отношений. Вот как? Значит, ты к ней больше ничего не чувствуешь? Я внимательно посмотрел на Майкла, пытаясь понять, к чему он клонит. Но его лицо было по-прежнему невозмутимым. Почему ты спрашиваешь? Просто если между вами всё кончено, то мне хотелось бы об этом знать. Так не говори мне, что ты на неё имеешь какие-то виды. Да, я думал об этом, если ты не против. Ничуть не смутившись, ответил он. Вот оно как получается. Я даже не разозлился, а скорее удивился. Хотя, не скрою, было неприятно. Думаю, нет такого человека, которому бы понравилось, что его лучший друг начал встречаться с его же бывшей девушкой. Во всяком случае, я точно не из таких. А что изменится от моего ответа? Мне важно знать твоё мнение. А мнение, Кэтрин, тебе не важно? У тебя я могу спросить напрямую. Никак не получалось отделаться от ощущения, что это показная вежливость и предусмотрительность. По сути, гаденькое поведение, причиной которого является, скорее, трусость, чем забота о друге. Вроде как предупредил и тем самым снял с себя ответственность за последствия. Ну, ты выдал, брат. Не ожидал, врать не буду. Ну, что я действ... Ну, что я действительно чувствую, Кэтрин, сейчас? Что я почувствую, если она начнёт встречаться с Майклом? Ещё пару дней назад ответ на этот вопрос был бы для меня очевиден. Ну, теперь после того, как я опасно сблизился с Химицу... Да ни хера не опасно, вообще безопасно. Даже очень надо было. Так, что ты скажешь? Да, меня-то не касается, как бы. Чпокайтесь. Да, меня-то не касается. Я не могу решать за тебя или за Кэтрин, у неё своя жизнь. Действительно, у нас давно с ней нет никаких отношений, и глупо ждать, что она до старости будет одна. Майкл же никак не отреагировал, по крайней мере, внешне лишь сказал. Я тебя понял. И что теперь будешь делать? Мне тоже сложно вот так сразу сказать. Слегка улыбнулся он. Подожди, ты же вроде как уезжать собрался. Какие шура-муры. Майкл, алло, чё ты творишь? Ты вроде нормальный был, чел. Не тупой. Чё за фигня? Ну, будь уверен, на нашей дружбе это никак не отразится. Ну да, как же. Если ты решишь, что всё-таки её до сих... Если ты решишь, что всё-таки её до сих пор любишь... Какой в этом смысл, если она не разделяет мои чувства? Это уже другой вопрос. А по-моему, тот же самый. В таком случае мы становимся соперниками. Только у тебя, так сказать, свежий старт. Ну, что вы тут без меня? Вернулся кёски и разрядил неловкую ситуацию. Однако этот разговор ещё не закончен. Уф, как же я наёлся. Он поправил ремень и тяжело вздохнул. Тебе бы не помешало следить за весом. Говорят, что жарение будет болезнью 21 века. Да не, сказки это всё, уверен, тогда уже изобретут какой-нибудь аппарат, выкачивающий жар. Ну да, только на тебе-то он и сломается. Мы дружно рассмеялись. И всё-таки я шёл домой и думал о словах Майкла. Последние дни, проведённые с Химицу, заставили меня позабыть о Кэтрин. Но ведь она никуда не исчезла. Более того, продолжала жить своей жизнью. И будет продолжать. Влюбится, выйдет замуж, родит детей. И всё это без меня. Да и похуй. И я впервые задумался о том, что такими темпами наши пути разойдутся навсегда. Да и похуй. Вполне ожидаемо захотелось отвлечься. Я находился всего в нескольких кварталах от своего любимого бара. Но тут же вспомнил записку Химицу о вреде обильных возлияний. Не то чтобы мне было стыдно перед ней за то, что ещё не совершил. Просто она объективно права. Интересно, что сейчас чувствует Кэтрин? Наверняка она сегодня не тусовалась с подругами. Если они у неё вообще есть. Сидела дома и смотрела телевизор или читала книжку? Делала уроки или убиралась? Как она воспринимает одиночество и так ли сильно оно на неё влияет, как на меня? К сожалению, выяснить это не удастся. Я же не могу просто прийти и спросить. Хотя, почему? Потому что у Майкла на неё вида? Тьфу! И как я мог так в нём ошибаться? С другой стороны, он ни в чём не виноват. Я подошёл к своему дому и остановился. Старый, с тёмными окнами и просевшим крыльцом. Он выглядел почти что заброшенным. Если бы я жил здесь совсем один, так бы и было. Всё-таки Химицу с её регулярными уборками, стиркой и готовкой создавала уют в доме. Иначе изредка перемигивающийся свет в спальне и на кухне пугал бы редких прохожих по ночам. Давая повод для городских легенд о привидении, поселившемся там. Эти люди добавились к мыслям о Кэтрин и я уже был готов на стену лезть. Интересно, а у меня записан адрес бабушки Химицу? Я неплохо помню сам дом и окружающий пейзаж. Но где всё это находится, решительно не представляю. Номер телефона нашёлся быстро, в записной книжке, как и ожидалось. К счастью, рядом с ним обнаружился и адрес. Я уже было взял трубку и набрал несколько первых цифр, но вдруг остановился. Конечно, очень хочется услышать голос Химицы, даже не важно, что именно она будет говорить. Но гораздо больше хочется увидеть её саму. Навязчивые идеи всегда являлись для меня проблемой. Если что-то вдруг в голову взбредёт, да так что не перестаёшь об этом думать, пиши пропало. Будь то желание купить какую-нибудь ненужную фигню или выпить. Или вот поехать к Химицу. Омом я понимал, что это как минимум странная затея. На ночь глядя в деревню в сотнях километров от Токио без предупреждения. Но беда ещё в том, что частью этой навязчивой идеи было желание сделать ей сюрприз. И меня даже особо не волновало, что большим сюрпризом будет мой прие... Что большим сюрпризом мой приезд станет для её отца. Зато хотя бы поем никоманов горячими. Никуманов. Я пролистал записную книжку и нашёл номер заказа такси. Есть немалые шансы, что поезда уже не ходят. Поздновато. А даже если и ходят, то на поезде за всё... Про всё получится долго. Мне же нужно именно сейчас! Немедленно! По телефону назвали совершенно невменяемый с моей точки зрения ценник. Но механизм выделения дофамина был уже запущен. А деньги в данный момент были. Машина приехала в начале девятого. Водитель оказался любителем поболтать, и это меня даже обрадовало. Так как позволяло отвлечься от мыслей о том, что вся эта поездка бред сумасшедшего. Конечно, проще было всего... Проще всего было остаться дома и вообще лечь спать. Но тогда бы я всю ночь думал о том, как хочу поехать к Химитсу. Хочу, хочу, хочу! И всё тут хоть-то тресни! Однако теперь придётся столкнуться с последствиями своего поступка. А думать о них раньше времени не было ни малейшего желания. Я рассказал таксисту, что еду к девушке, чтобы сделать ей сюрприз. Сказал, что мы давно уже вместе. В каком-то смысле даже не соврал. Он же только ухмыльнулся, да выдал стандартную тираду в духе, где мои 17 лет? Конечно, я вполне мог предположить, что он чувствует... И что он чувствует, а как живёт. Но вот представить себя сидящим за рулём по 12 часов в сутки и развозящим незнакомцев по своим несомненно важным делам решительно не получалось. Возможно, такая вот беседа с человеком, которого ты видишь в первый и последний раз, это некая защитная реакция от однообразия и... Одиночества? Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему? Тогда и одиночество у каждого своё. Ты смотришь на известных и успешных людей по телевизору и думаешь, что они счастливы и довольны жизнью. Но даже не представляешь, что у них много невзгод и горя. Их собственных совсем не похожих на твои проблемы. И вполне может быть, что то, что составляет счастье для тебя, для них пустой звук. Думаю, Есенин и Хемингуэй могли бы многое сказать на эту тему. Тем временем мы выехали из Токио, и плотная городская застройка сменилась редкими сельскими домиками. Здесь осень ощущалась сильнее. Вдаль тянулись лесные массивы, одетые во всё жёлтое и красное. Температура упала сразу на несколько градусов, и я прикрыл окно. Гора Фудзияма всё дальше удалялась от нас и вскоре совсем скрылась за горизонтом. Солнце село и пошёл редкий дождик, как бы нехотя, медленно падая на лобовое стекло автомобиля. И какая будет реакция, когда он доедет до Химитсу, узнаем уже, собственно, в следующий раз. Ну а на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok